Доброе утро. У вас еще холодно там? Зима однако. Но дожились. У нас тоже. Вчера 30 с лишним было. Нас не топит. У меня тихо по делу. Мне нужно... Да не снимайте, я сейчас быстро 5 минут. Мне нужно в тайм-вывер зайти. У нас сохранились файлы со статьями. Статьи, помните, прислали мне для сайта? А какие? Ну, статьи для сайта. Сейчас я скажу, какие. Ну, для нового сайта, который мы делаем. Ну, 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 какие? Потому что вы-то еще найдете, если я не дам. Там у меня много материалов-то. Вам не все знакомо. Вы назовите, я сам найду. У меня поисковики на все есть. Ну, тут вот статьи у меня. Вы займите на сайт, на новый сайт, и там все статьи перечислены, какие нужны. Мне сейчас зайти на него? Ну, на новый сайт, на мой, который я делаю. В данный момент зайти? Да. Сейчас, подожди минутку. Тогда я это сворачиваю. Так, заклад-то у меня. Сайт Сергея. Как-то написано. Так, ну, вот я и вошел в него. Ну, теперь на статьи нажимаете. Статья, статьи нажимаю. Так, я знаю, тут была последняя покаяния перед Староградцем. Эксперт Судников Николай Николаевич, тут последняя. Так, что дальше? Мне нужны файлы этих статей. Эксперт Судников Николай Николаевич? Или какие, другие? Он говорит, нужны файлы этих статей. Они перечислены, все статьи. Вот эти все, которые перечислены, их найти? Да, мне нужны файлы на них. Так, подожди. Так я, как я файлы-то эти найду теперь? То есть, непонятно. Мне как, я теперь должен скопировать, превратить в файлы? Или как? Или уходить? Вы мне прислали текстовые файлы. Вот этих статей в файлах. Файлы теперь я не должен переслать. А переслать-то я их как? Теперь только в Mail.ru? На почту? Для этого я зайду на сайт на вашу. Но к вам сейчас зайду. И заберу их. Где они у вас находятся? О, подожди. Я сейчас даже так-то, это не в раз определиться. Это не просто дело. Где? Они же в разных местах, в разных книгах. Эта информация, это рассыпано не только для слова божьего. Они на сайте находятся у вас. В мой сайт заходите, и там для слова божьего нету. Они все там. Раскрытая книга. Она прямо тут же на вашем сайте. Вот ваш православный библейский сайт. И вот для слова божьего нету. Скрывайте его. И там в оглавлении в конце... Да, ну, оглавление-то сразу идет. Даже не в конце. Отсюда я ее брал. Ну-ну. Так, сейчас я посмотрю. Ну-да. Она у вас уже стоит. Вот, для слова божьего нету. Да нет, у меня файлы есть. Такие сырье скопировки, которые мне присылали. Так и Игорь присылал. Да нет, вот на эту книгу ты откроешь и прямо готовая. Это проще всего. Может быть у меня где-то нет. Это отдельная статья. Тут еще есть такое. Статьев. Это я сейчас на них должен поискать. Какой статикат. Для слова божьего нету, стани. Да. Да. Там они и есть. В заголовок-то только открываешь и все. Еще больше нету. Для слова божьего нету. Вот я нажал его. Все. Вам сюда. Захожу. А вот теперь все идет предисловие. И по порядку все это бери. Характеристики и проще. Вот оно. Это самый легкий способ отсюда брать. Вот я сейчас ее проворачиваю. Пожалуйста. Там еще кое-что можно найти при желании. Сейчас посмотрим. Я где-то отдельную папку на это делал. Для вас. Куда оно мне теперь. Да ну раз уже все кончилось, я ее убрал. Вот так. Статья. Ну, брат, какие-то опросы на эти. Эта пачка была сделана в папку, я все вкладывал. Ага. Нашел. Это. Слушай. Брат. Я нашел. Ребери. А у меня папка была такая. Ответ быстрый. И тут написано слово Узы Козлову. Вот так называется. Она у меня... Все статьи, которые я посылал, они в одной пачке сложены. Вот это я заранее... Сам не знаю, для чего я это сделал. И как теперь ее переслать вам? Сейчас я заберу. Сейчас я найду. Сейчас путать вручок. Дай мне ее. Запустите у себя. Сейчас, подождите. Сейчас я копировку-то дам, чтобы она перенесла их сюда. Вот она сейчас... Чтобы легко было найти. Все. Так. Теперь я включаю это внимательно. Надо стекло свое увеличительное показать. Так. Так. Программа. Танвер. Пять. Пожалуйста. Заходим. Ну, верхняя 5, 7, 1. Нижняя 7, 6. Сейчас, сейчас. Секунду. Какой? Внизу. Внизу. 7, 6. 7, 4. Наверху 5, 7, 1. 7, 6. Да. И 7, 4. 7, 4. Во, все, пошел. Вот она. На экране у меня слово Узы Козлову. Пачка. Папка. Так, все, вижу. Сейчас, секунду. Да нет, я на рабочий стол занес уже отдельно. Вынес. На рабочий стол, да? Подожди, вот она, на рабочем столе. Вот она. Я успел скопировать. Я для чего их в отдельно складывал, чтобы повтору не было. Вот для чего. Да, отлично. Там кое-что есть такое, которого у вас еще нету. Там он, я увидел, там коммунистическая зараза. Я их все размещу. И Игнатий Лапкин победитель коммунизма. Вот такая статья была. На днях-то у меня телевизионная компания тут были. И воскресенье показывали. Ее надо мне, обещали, дать. Тогда можно будет поставить ее. Ну что, давайте. Вот прошу, вы ждете. Ее можно, если хотите, вам сейчас дам прям. А что, вы смотрели разве? Да. А как ты так узнал? Я все знаю. Ты меня, правда, наповал. Хоть мне ложись вместо тебя на постель, а тебя выпускай. Толку-то от меня, что я хожу. Я своим на собрании-то говорил. А, так ты все знаешь, наверное, собрание прослушал. Ну, конечно. Конечно. Ой-ой-ой. Поймал ты меня. Да. Ты последнее смотрел. Нет, тут она плохая такая запись. Священник, который ушел к баптистам и разочаровался в православии. Смотрел. О, сегодня Соболев на меня выходит. У него там вопросы есть. Он вчера... Глазка у него дома нет, он утащил. Говорит, сегодня он выйдет, мы будем запись сделать. Я говорю, ты подготовь больше вопросов. И у меня сегодня всю ночь один и тот же сон был, крутился по этой тематике. Я к чему, если и готовлюсь, у меня сон пропадает. О, портфель какой-то появился. Че-то пало. Портфель. Пойди, там деньги есть заглянуть. Кошелек, портфель. Похожие слова-то. Прямо что-нибудь. Че-то осмотрел. Портфель, кошелек. Да. Вот эта техника. Поможет ли нам спасаться, не знаю. Я забыл, я опять за нее прикоснулся. Вот приходил вчера Гавриил. Я ему опять в сумку-то сложил это. Надо рабочий стол показать, наверное. Да, конечно. Ну, подожди. Сейчас я сам. Ты не надо, я сейчас сам все делаю, не надо. Не перекоснись от мышки. Вот, 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 все. А я-то уже тут перехватил инициативу-то. Я Гавриилу говорю, вот они укрепляют, а у меня же тут, ну, негде совсем. И вот укрепляют на это. Я говорю, ладом прикручивайте, а то кошки заденут. А когда узнал, что ничего этого не будет, как у Сергея, это козло, я говорю, тогда для чего мне все это? Провода натянули, подсоединили. И это мне не надо. Когда вы научитесь и сделаете, как у него, тогда я соглашусь. А это мне как раз, а сбоку, прямо. А лишние провода мне тут только путаются. И он его не взял никак. И сильно беспокоился, чтобы Сергей не подумал, что он присвоил этот глазок-то. Ну, я ему в мешок положил, он все равно вытащил никак. Он вас боится? Мнение потерять перед вами-то. Я говорю, ладно, там он лежит сейчас сбоку. Заботливый. Он заботится о своем имидже все. А как авторитет, авторитет сматерить нельзя, не так. Ну, в общем, так. Делить пополам. Равный. Только тогда я согласен. Остальное мне это не надо. У меня идет нормально. Кое-что записывается. А сейчас Володя дома. Ну, и вот и все. А вот это слово Уза Козлова, папка, ты там многое найдешь. Там большие статьи в конце. Для слова Божия нет Уз. Это приезжал корреспондент Версты. Он 10 лет работал в Комсомольской правде в Москве. Он Лобня, такой город ездит, недалеко от Москвы. Он там живет. И вот он приезжал, корреспондент. Ох и хороший корреспондент, въедливый такой. Все записывает и записывает. Он проник везде. В администрацию прошел. Со мной в тюрьму прошел. В Потеряевке был, на свадьбу попал. И все это писал для Слова Божия нет Уз в конце статьи. Три статьи большие. Их тоже можно взять. Такой фильм поставлен Николая Достоля. Раскол. Про старобрядцев. Его там хотел воевода Афанасий Пашков утопить. А потом говорит, нет, такую мудрость утопить нельзя. Когда он ему наизусть все эти псалмы начал высчитывать. Сейчас я найти, к чему я тут микрофон нечаянно выключил. Так выходит, ты не слышал, что я перед этим говорил? Ну, секунд десять не слышал. Про Раскол. Фильм Раскол Николая Достоля. А старобрядца-ха. Ну, не знаю, я смотрел. Так там я припомнил, какой эпизод. Когда Афанасий Пашков воевода его плывет. А сын проверяет псалмы. Правильно ли он считает? А пап, правильно там. Да, да. И он говорит, такую мудрость утопить нельзя. Это я к чему-то сказал? Так тебе. Такая мудрость лежит на боку, а мы тут толкемся. Не было бы она мудрость, если бы не лежал бы. Да. Ты бы там бегал, говорится, хвост трубой. Найди тебя. У нас один приехал, потеряю. Ну, и там работает, строит. Я говорю, где бы ты был? А все рассказывает о своих похождениях на женском фронте-то. Я говорю, ну и что бы? А ты тут, смотри, тележку погрызли, таскаешь, грибы выращиваешь. Он потом священником стал еще. Ой-ой-ой. Здесь, когда вы зайдете на наш сайт, звук аудио называется там. Сейчас, Ренатик, сейчас, вот секунду я вам показываю. Вот смотрите, видите, панель задач у вас вот эта внизу вот, где у вас тут значки опера там все стоят. Ну вот внизу панель. Ну-ну-ну, я вижу. Вот я сейчас сделаю, и она будет автоматически скрываться, чтобы она вам не мешала. Ну-ну-ну. А кто она не мешала? Опера? Нет, вот панель нижняя, она будет прятаться сама по себе. О, ну не надо это делать, она должна, она не мешает. Это не делай, пожалуйста. Я говорю, мышку будете опускать вниз, она будет подниматься автоматически, потому что она вам мешает. Ну, а другой раз что-то я забуду. Не, не надо, а. Пускай так будет, я уже привык. Я такой ретроград. Пускай остается. Это мне нисколько не мешает. А я тут, не на бог, уйдет где-то и шабаш мне тогда. И тебя не достучишься. Не, я новинки не люблю никакие. Новинки вот такие, радикальные какие-то. Вот. А мне это еще даст, ничего не даст. У меня, чтобы на глазах было, я много леплю на рабочий стол, чтобы не лазить никуда. А потом, когда уже все закончено, тема, тогда убираю. Я вот, когда седьмой, восьмой том писал, открытым оком, у меня было, кажется, 800 файлов. Я их по переменке ставил на стол. Сначала подготовил. И 26-й том точно так же. 20 тысяч файлов надо было иметь перед глазами. Поэзия за 300 лет. 300 поэтов России. Интересно, Володя, а сколько же у нас градусов-то? У нас он, кошки сломали его, когда он на 4 градуса брал. А сейчас, наверное, надо прибавлять 8, чтобы не замерзнуть. Хоть глазами, чтобы видно было. О, видишь, как сделал, Сергей. Ну, это ни на чем мне не влияет, так что я тут не противодействую. У меня главный лозунг, чтобы не было хуже. То есть я настолько доволен тем, что у меня есть, что даже у меня и мысли нету что-то изменять. Вижу, сейчас вот видно, в полусумраке где-то. А я-то ясно, меня видать вами. Поставили глазок-то, сам на себя любуюсь. На себя любимого. Хорошо видать. Я сегодня, если буду состоиться, эта беседа Соболев, чтобы задавал, он согласен, по-твоему, вот, пропестного Сергея этого, из Тобольска-то, то тут мне надо малейко подготовить материалы. Да, материалы я беру из интернета. Они мои, совершенно люди, не знающие меня. Я оправдываю свое имя. Мое имя означает неизвестность греческой, неведомый. Я таким и остаюсь всю жизнь. Это моя планета. Да, уж таких неведомых поискать еще. Да дело в том, что я могу объяснить, почему такое отношение ко мне, его ничем нельзя объяснить, никаким смыслом, даже бессмыслице нельзя объяснить. Это всеобщее, абсолютное везде ненависть, презрение. И в то же время, везде и всюду появляются новые друзья, готовые переехать хоть сегодня и жить вместе. У меня было, однажды я выступал, проповедовал. Ну и была бабушка с другого города, бабушка. Она влюбилась в меня. Ей 73 было, а мне 25. И я переезжал, а там продавала одна дома, я у нее на квартире. Она потом осозналась. Я купила этот домик, потому что вы там были. Купила меня. Она на шаг не отходила, слушала. А другая, Мария Колстова, она меня слышала, я ехал в поезде, в электричке. А в электричке-то там хорошо, видать на весь вагон. И она прилепилась, села рядом. Но она слезла в Тольменке, а я поехал дальше. Но это так ей коснулось, она не узнала, где я. А она ездила из Тольменки в Новосибирск. Это далеко, это там, до Новосибирска-то, пожалуй, не меньше 40 километров. А я и знать не знаю, что она была одна из слушательниц в советское время. И она потом мне созналась. А она все воскресенья, я ехал из церкви, она это узнала, когда я говорил. И она садилась в электричку, представьте себе, а ей где-то уже лет 55 было. И она с навала от Новосибирска, обратно по всем вагонам ходила, и ходила, наверное, год, меня искать. Но она не знала, в какое время я поеду. Она сама ехала, а я в то время, в какой день ехал, у меня график маленький не такой был. Я потому что на вокзале долго проповедовал. И она меня искала, и она меня нашла, встретилась. Эту встречу надо было видеть. Вот как фильмы показывают, ищут кого-то, а потом упадут и за ноги хватаются. Вот точно такая же встреча. Она меня не отпустила и увлекла к себе домой. Обнимала и целовала. Ее ждали там уже сыновья, муж. Она из ИПХ. Пожгли паспорта, она работала в шахте. Большая пенсия, они от всего отказались. Дома выращивали лук. И теперь она меня вводит в систему этих истинно православных христиан. И 32 человека одновременно пришли в патриархию. В монашеском звании. Их так и утвердили, какое было у них. Одна из них недавно умерла. Ксхи, монахиня Ксения, бывшая игуменья Варвара. А тогда она была Шишкова Раиса, Шишкина. Вот какая любовь. И вот это вот загадка. Я покажу сегодня. Игумен, когда приехал. Вот у меня есть люди, которые влюбленные в меня. Но это просто от Бога. Мы какие? Мы как одно. И есть абсолютно незнающие сколько. Это, которые люто ненавидят. И спрашивают, почему? Это дано мне. Это мой имидж, моя судьба, моя жизнь. И она в этом вкладывается. Она этим и необыкновенна. Прямо лютая. И подыскивается, ищет, расспрашивает по другим городам. То есть, найти какой-то компромат моей биографии. А его еще нет. Вот. А Геннадий Фас им сказал, вас спасает, Игнатия спасает его безупречность. Вот его слова. В чем он ее увидел? Вот. И главное, они выискивают. Вот в этой, вот то, что Сергей Песов говорит, это как раз такой пример классический. Я провел, просмотрел вчера 30 книг своих открытым оком. Я о нем, а об этом священнике, он еще не был священником, да, потом и был. Три раза только упоминаю, три раза. А о Кураеве 120. Я их выписал, эти места, и сегодня я их опубликую. Об этом Пестове Сергею. Они только положительные, в самом высоком смысле. Я знать не знал, я молюсь о нем, а он все эти годы искал компромат на меня. Выискивал везде, выискивал. И видно, что он прям задыхается в злобе. Это, это моя жизнь, я не могу ничего изменить, да и не надо, это как раз то, что надо мне. Другое не понесет. Мне как-то по секрету сказать всему свету. Жена говорит, никто меня бы не довел до царства небес, не потерпел. А вот такой довесок мне дам, чтобы не гордился. Люди, люди, многие боятся, боятся к вам идти. Да, я знаю. И при том, еще боятся-то. Боялся не кто-то, архиерей наш. А когда приехал, он заглядывал по сторонам, а где я? Я его встречаю, он не может никак совместить эти два образа, которые писал, и который встретился. А вот у апостола Павла я потом это все нахожу, он говорит, тебе слышно, нет это? Да. Апостол Павел говорит, обо мне пишут, он говорит, что в посланиях он строг, а в личном присутствии незначителен. вот это точно на мне исполнилось. Архиерей приехал, но наши общины ему передали из Синода, он никуда не денется, он должен их как принять. И он думает, как я залажу с Игнатием-то? А приехал, это он потом открыто всем говорит, оказывается, совершенно другой человек. Вот у стихотворения некоторые я вставил, два-три, ты их где-то помести. Притом, стихотворения, биографии касающиеся. Почему я всем, он последний, я женщина всем благодарен? По какой причине? Но что интересно, имена имеют один смысл. Вот Виктор, победитель, но победители Никита и Викторин. Три имени под одним переводом даются. А у меня мое имя в двух переводах дается. наоборот. Я просмотрел, больше нигде не нашел. Оказывается, мое имя переводится из латынского там, из греческого. Как так? Игнатиос. Ну, в другом переводе означает пламенный, тоже Шосерапим. В одном мне известны неведомые по-гречески, а второе, вот, и когда меня называли, то не думал кто-то там мою будущую биографию, о которой крестил дедушка Терентия-то, он тоже не знал. И вдруг, оказывается, в этот день попадаете в Тихий, тоже редкое имя, он у нас будет епископом. Скажет, это третье имя было Иннокентием. Именно иногда Иннокентием зовут, не могут Игнать это вспомнить. Это очень интересно все. Мне сегодня один пишет, у вас друзей есть, у меня друзей, у нас в Воронеже, Вячеслав. Ага. Вот. И он сегодня патриархию нашу звонил, Воронежскую, и вопрос такой поднял, что там у вас с этим, почему не крестите полным погружением. Ну да. Вот и они ему дали отчет такой, что у нас этот вопрос рассматривается в числе самых важных вопросов. То есть, начинают крестить троекратным погружением. Чтобы апостольское правило выполнить, потребовалось сто лет, не меньше. Это же не сегодня началось-то. Это белорусы и украинцы, а католичные. Это они оттуда внесли эту заразу. И главное, советская власть виновата. Вы понимаете, мы стеснены были. Почему баптисты, адвентисты, старобрядцы крестили при советской власти только в полное погружение? Все, кроме патриарши. Я это вынес уполномоченному Полтавецкому краю, Седишеву, Александру Петровичу. А мне, говорит, какая разница, вы хоть утопите их. Вот и все. Это ложь, это обман. Советская власть не запрещала в полное погружение крестить. Это даже у них не было нигде. Это обман. А сегодня что мешает? По сегодняшний день так и лбы мощит. Зараза легко прививается, но трудно искореняется. Я вам говорил, Соболев-то там, у него товарищ-то один. Он стал говорить священникам, а другой требует полное погружение. Ты что, с Соболевым знаком это? А с Соболевым они на меня сразу перекидываются. Это опасное барнаульское учение. А вот это три слова, опасное барнаульское учение, они даже не знают, кто бросил. Это баптисты против меня. Это я, когда в Харькове выступал, и какие там баптисты приблизились. А до этого мне давали. И вдруг сейчас сообщает, это из Вашингтона, мы знаем эту ситуацию. Ему давали слово в разных столичных городах, везде, Лапкину, и начался отток в обратную сторону. И тогда ему запретили. Да, так и было. Начался отток. Это единственное место в России. Крику нам-то вот это подсказать надо. Сектант, баптист, православный, это лжи, или псевдоправославный. Сколько у меня званий? Больше, чем у Путина и у Папы Римского. У Папы Римского на одной странице не умещается звание. Викария, Христа и прочее. Так у меня. не умещается. Не умещается. Так что поднималось на ней. И много на ней. Туэр, сортился там. Шуку этот. Звук откуда идет? Ну-ка, подожди. Мне надо свернуть. Еще сорвался кто-то. Так, как мне тут свернуть надо? Так, подожди-ка. сейчас, подожди-ка, я открою. Где тут у меня? Да где? Я вот... Нет, это не это. А да что? Сергий прислал мне апостола Павла смотреть. Нет, он вас выключил. Это в Ю... А где? А где у меня? Это откуда? У вас слух откуда идет? Наймите. У меня ничего нет. Да это не от меня, наверное, слышится-то. Это у вас прилип кто-то там. А у меня я ничего не нашел. Все закрыто. Я сейчас копирую файлы, пока ничего там не удаляете, ничего не делаете. Я только на рабочий стол поставлю сейчас. Или как? Не надо? Не, ну можете все делать, что вы хотите, только папку не трогайте. Ага. Ну ладно. Да не, нужно делать что угодно. А что делать что угодно-то? Я с вами... Так что, отошел что ли? Да нет, я копирую файлы. Ну так копируй, а я с тобой рядом буду. Что я буду уходить-то? Там, наверное, кто-то... И, тихо, такая вот есть тема, в общем-то. вы не знаете, как пользоваться этим самым скайпом. Я могу вам сейчас показать, как удобно переписываться в скайпе. Так оно само записывается автоматически. Я с вами говорю, оно пишется. и текстовые файлы писать, я вам могу показать. Еще раз вы это допустите, еще раз вот этот вот тайм-миллер. Так он что, у вас отключенный? Я его отключил, вы еще раз включите. Ну сейчас, я думаю, мне это ничего не стоит. А, не надо, не надо, все, я сам прошел. Ну давай. В общем, смотрите, сейчас я вам покажу. Володенька, смотри, мне сейчас... Все, не надо, не надо ничего не трогать, я сам. Я не трогаю, я только смотрю на вас. Сейчас, вот, в общем, вот здесь, в скайпе, есть вот такая строка, смотрите, для переписки. Ну-ка, где? Ну-ка. Сейчас, началось... А что это, когда у меня записывают, и я доволен-то? Это мне зачем знать-то дальше? Ну-ка, это просто текстами, как МЛУ, переписываются, так и здесь можно переписываться. А что я буду переписываться? Я сам ни на кого не выхожу, а кто мне звонит, сразу... У нас иногда, у нас иногда просят люди, дайте ссылку, или напишите что-то. Вы идете в МЛУ писать, когда можно тут писать, вот строка есть. Ну-ка, регистрируйтесь в ММИР, и я вам там дам. Вот такой у меня ответ. Зачем? Убили регистрируется, когда вот у нас строка, я вам их сейчас покажу, вот она. Ну, я знаю, что там есть, есть, есть строка, есть, есть. Но я вряд ли буду писать. Почему вряд ли? Так если люди будут себе дать какую-то ссылку, и написать, вот она. нет, 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 это... Вот она, я ему дам скайп, одному дам, другой ушел. Следующий задает такой же вопрос, мне еще опять тут сидеть, писать. Подобные сообщения. Отправлять файлы любые, понимаете, как ни в МЛУ, ни в СМЦ, а здесь прямо отправлять файлы. Вот нажимаете вот этот крестик, вот видите, крестик я показываю. Видно? Видно, конечно. Вот нажимаете крестик. Да. А дальше добавить разговор, или еще там. Сейчас, секунду. Сейчас откроется. Вот. Открылся, видите? Вот можно отправить файл. Как вам нужно файл? Нажимаете, отправить файл. Вот, сейчас откроется окно. Ой-ой-ой, как умно сделано. Да ладно, не трудись это. Открывается, любой файл можно отправлять. Понял это дальше. Все. Больше не надо ничего. Может быть, когда-то действительно случится такое. Недавно с Америки этот зашел, там один, Артамошин-то, и мне вот это вот и говорит. Ну, мне пришлось так сделать. Я то ли я считал, то ли послал. Это как попутно маленький рассказик. На работе сидят, говорит, мы же слышали, и толкует, говорит, наш начальник-то, говорит, ходит в казино, играл, говорит, и выиграл новую машину большую, эту, BMW какой-то. Один послушал, говорит, маленько не так, говорит, играл не отец, говорит, а сын, и проиграл отцову машину. Маленько не так, что играл не отец и сын, но при том не выиграл, а проиграл, говорит. Вот у нас тогда сообщают что-то, маленько не так, вот такое маленько. Я не знаю, еще им надо вокруг меня крутиться, мою географию мусолят. И вот заходят новые люди, которые, а как ваше мнение вот по такому, находят какой-то там файл, кто-то выступает, и опять, зачем вам мое мнение-то нужно? А какой веры? Ну ты бери готово и ешь, я вас никогда не спрашиваю. Вот я нахожусь, сайт уже 5 лет, форум 4 года, и я еще ни одного человека не спросил, какой он веры. Зачем? Ну, 2-3 сообщения, я уже знаю, кто он такой. Или вплотную подошел уже к ним, я отвечаю, это не по вере твоей, по Евангелию. И вот все время любопытничают, ну как я отношусь к этому власию, власии там Сима Архимандрит, в головке целует бабушек, ну, как я отношусь к этому Вячеславу Крашенинникову, этот отрок там, ну тебе как раз я отношусь к событиям на Украине, как я отношусь? Да не отношусь, я дома сплю спокойно. Зачем мне относиться к ним? Я против революции, я за спокойную жизнь безмятежную. И вот все почему-то интересует мое мнение. Я тебя переменить не могу, ты так веришь, верь, тебе дана свобода. От того, что ты будешь знать, как я верю, ты еще в какую-то партию лапкинскую запишешься, или что? И так мной, то Игнатьевса, то Лапкинса, у людей фантазии даже нет. Вот у нашего настоятеля, у Войтовича, у него фантазия работала, он все называл нас златоустовцы. А почему? Нет, ну тут вопрос, вопрос в другом совершенно стоит. Вот люди, понимаете, люди у нас видят природственную душу, людям вы начинаете нравиться, вот, и людей очень интересует ваше мнение, но тоже нельзя отталкивать человека. Я не отталкиваю, я только говорю, от этого ничего не изменится, как я понимаю, я вижу, что тут другое что-то. Но я тебе буду объяснять, ты за это цепляться будешь. Не так слово какое-то тебе не понравилось, а я лукавить не могу, не могу. Я знаю, что это слово убьет его. Это у доктора Мартонсена о христианской этике, два тома есть. Очень хорошие книги. И у них был такой случай, женщина уже в таких годах, там, под 50 лет, первого ребенка рожает. Роды были очень трудные, и ребенок родился мертвый. А она живет, едва жизнь цеплятся, только ей спрашивают, как ребенок, как ребенок. Врачи консилиум собирают. Если сказать ей правду, она умрет. Если сказать, что ребенок живой, все нормально, а потом ее подкрепить, и когда силы окрепнут, тогда уже сказать, ну вот, инфекция там или что-то. Был верующий христианин, самый доктор, который принимал роды. И он говорит так, если правда может убить человека, пусть он умрет. Я на этом остановился. Если правда может убить. Это все понятно, но все равно вы поваляетесь на свой внутренний волос. Вы все равно как-то определились с человеком. Конечно, конечно. Это главное. Я первым делом помолюсь всегда. И когда я помолюсь, бывает, говорят, да ты же не хотел. Не хотел, а сейчас уже другое, другая ситуация. Я дома сижу и как бы чувствую эту ситуацию. Вот. Почему они меня там и экстрасенсы, и колдун, и как так не назовут? Из-за чего? Да я же молился, они не верят в связь с Богом. Откуда вы узнали, что он такой батюшка прозрительный? Он знает, первый раз увидел на огороде человека у нас, и мне говорит, это не хороший человек. Да это же подполковник милиции к сыну приехал. Батюшка больше ничего не будет говорить. Но пройдет год-другой, от этого подполковника на пенсии Дружинина Геннадия Петровича такая пакость будет идти. Он будет в прокуратуру, в милицию, везде, на разрушение поставить все. И в конце концов инсульт сунет ему в темечко кулачком. И он умрет внезапно. Он не выдержит этого. На него нападет буквально в сумасшествие. Он по деревне будет бегать, проситься кому-то на ночь, ночевать. Говорит, почему? Меня, говорит, ищет Игнатия убить. Ему говорят, так он же в Барнауле, а ты-то в Потеряевке. Он еще не может с собой сделать. Настрачил на нас жалобу. Ну, я потребовал извиниться, что мы там какую-то военную форму завели. Ну, действительно, летное училище дали мне, я там преподавал, вел занятия. Дали кителя, там, шинели. Ну, все военное. Военное училище, оно убиралось в это время, ликвидировалось. А на его месте юридический институт. Ну, все постирали, в большие эти... отнесли. Я ребятишек одел, их комары не прокусывают, ну, а погонов-то нету. И он говорит, у меня военно-эванизированная, там, батальон целый. На маленьких ребятишек, они действительно, как солдаты швейки. Ну, что, приехали, милиция все проверяет. А где? Да кого-то? Ну, еще. А мы с пуговок, звезды-то, с пуговками, латунные-то, все это напильниками спилили. Ну, обыкновенная гражданская одежда. Вот что попало писал. И в конце концов Господь вступился и поразил его врага. Мы такие деньги заплатили, там коров свиней резали, наняли технику, чтобы пруд укрепить. Привезли на машинах, на больших трайлерах, какие там есть, бульдозера. Он надел форму, милиционер этот, пришел,